И всем день добрый, дорогие друзья! С вами вновь Теслер, и мы продолжаем прохождение Трибунала. Итак, мы остановились на том, что Альмалексия дала нам новую миссию о культе, культе конца света, который мы должны найти. И, собственно, узнать, что этот культ вообще хочет-то от Трибунала, от Морровинда. Первый раз мы должны поговорить с Мералин О'Тан на Великом Базаре. Собственно, отправимся туда, поговорим, узнаем, что да как. Так, внутренние два храма. Такс, такс, такс. Нет, гострич. Великий Базар. Я думаю, сегодня мы допройдем все миссии за Альмалексию, за храм. Еще, наверное, может, одна-две серии будет. И все. И конец, собственно, друзья. Мы пройдем Трибунал. Не знаю, будем ли проходить дополнительные миссии, ведь все в основном-то хотят увидеть, я думаю, Солдсхейм. Поэтому, наверное, будет, скорее всего, Солдсхейм. По-моему, это она. Ярлина там, да. Мы должны узнать о Конце Света. И она нам рассказывает о том, что несколько из этих священников скрывается в гостричи, около Крылатого Гуара. Опять у Крылатого Гуара все. Ну, это единственный, видимо, здесь бар, который вообще работает. Так. Не повезло Нордингам. Тут нечего пить. Сюда. Что такое? Вы плохо работаете? Уберите трупы. Вы что? Тут же так чума начнется. И мы видим одного представителя сразу же. Это Энноро Мари. По-моему, глава, насколько я знаю, этого культа Конца Света. Очень много будет говорить. Очень много. Верование. Благословенный трибунал, когда-то бывший в Зените Славы, больше не те боги, что они когда-то были. Как приливы луны Табриэля, бла-бла-бла, давайте-ка не будем это отчитать. Собственно, о чем он говорит? О том, что трибунал-то уже не тот. И ничего его уже не спасет. После смерти Неревара он уже никакой. Нет ни силы в нем, ни веры. И наступит Конец Света. Трибунал умрет. И останутся всего лишь духи предков, которые с самого начала и защищали Данмеров. Ой, Данмеров. Данмеров, извиняюсь. Данмеров. Вот и все. Больше-то ничего он полезного нам не говорит. Ну, как предсказатель. И мы должны это рассказать все Альмалексии. Я думаю, ей это крайне не понравится. Услышать о себе фактически такую правду. А это правда, друзья, это правда. Храм уже не тот. И трибунал не тот. Да он с самого начала-то не был тем, чем надеялись. Ложное верование, ложные боги. Ни до чего этого хорошего бы не довело. Так, Конец Света. Верование. Урок силы. И... Альмалексия просто в ярость. Как они смеют? Трибунал потерял свою силу, да? Эти идиоты осмеливаются сомневаться в силе Альмалексии. Здесь, в ее городе. Я преподам им урок силы. Ты поможешь. Она хочет показать им настоящую силу бога. И отправиться нам нужно в эти руины самые. Я не хочу произносить их каждый раз. Потому что это очень сложно. И хочет устроить пепельные бури в Морнхолде. Ну, что сказать, дура. Нам этих пепельных бурь хватило в Морнхолде. Вот так вот, просто за глаза. А теперь еще тут нужно их устроить. Кошмар какой-то. И мы должны отправиться в эти руины. А там, как она нам сказала, находится устройство, способное управлять погодой в Морнхолде. Я думаю, это действительно так. Две миры там много умели. Не то что. Они даже были сильнее, я бы сказал, лже-богов, трибунала. Еще не те могли устройство создавать. Так, тут всех перевалили. Дротики у вот этих центурионов мощные. Ох ты, не настолько ж мощные. Честно, друзья, скажу, я этого не ожидал. Все-таки я думал то, что электричество мы сможем отразить. Но оказывается нет. Так. Какой план? Используем? Нет, не то. Вот это кольцо сердца, давайте-ка с ним. Очень классное кольцо. Я как-то раньше даже не особо-то и пользовался им. Почему у нас вообще одно стоит кольцо Азура лишь? Странно. Ну давайте кольцо сердца. Вот оно. 30 секунд. То, что нам нужно, чтобы победить этих тварей. Я думаю, не будем ставить кольцо Марары, хотя... Дротики-то небось и урон приличный наносят. Все, в битву. Я думаю, теперь они нам ничего сильного не сделают. Ты что? Смотрите-ка, все равно. Даже с такой защитой они нас просто валят. Так. Это вызов. Хотя дротик-то 20 в 50 урон. Что нужно нам? Это всего лишь меткость, которая у нас есть. И эти дротики окупаются. Вот так вот. Хотя они и отражают магию. Да, очень сильные дротики. Давайте возьмем еще. Мне они понравились. Так. Кто-то здесь остался? Бах. Здесь магия-то все отражается лучше обычными дротиками. Как они. Давайте возьмем обычные дротики. Классная вещь. И руины тоже. Вах. Красота. За это я любил Морнхолд. Интересно. Мне вообще нравились истории про двеймеров. Про все вот такое вот. Классно в общем. Так. У нас тут две двери. Не помню точно в какую идти. Есть проход шепота. А есть тот зал. Давайте в проход шепот. Руины. Большие. Достаточно крупные. Но. Так. Этих я думаю мы так победим. Обычный уж. Зал плача. Много локаций. Много. Здесь также есть кучки праха. Которые остались от самих двеймеров. Которые жили здесь когда-то. Очень давно. Вот. Также хорошо что у нас есть амулет на открытие замков. Именно сотка. Потому что здесь будет замок под сотню. И если у вас нету никакого амулета. Заклинания. Вы не вскроете. Здесь нету ничего такого. Обычные центурионы. Еще три дротика. Шикарно. Шикарно. Или семь. Семь было. Так. Есть молоточки всякие. Ну стандартное. Двеймерское обмундирование. Старая двеймерская книга. Какие-то схемы в ней написаны видимо. Есть чертеж двеймерского воздушного корабля. Они могли воздушные корабли строить. Так. Так. Тоже миссии есть на соцсхеме связанные с воздушным кораблем. Дополнительная. Просто здесь усиленные версии центуриона входят. Так. Так. Я не знаю точно туда ли мы идем вообще. Проход шепота. Подождите-ка. Это опять мы здесь или где? Да. Я так и не понял. Мы там обошли круг. И ничего вроде как бы не было. Да? Ну ладно. Я помню здесь еще нужно взрыв пакеты добыть. И вот мы видим тут доспехи остались. И гномские лебарды. Что в принципе интересно. Никто не знает точную историю исчезновения двеймеров. Они. Ну. Это как бы есть такая. Как это сказать там. Версия. Они исчезли из-за собственной жадности. Но это имеется ввиду то что сердце хотели. Нового бога создать там. И из-за этого исчезли. Но причем вот они тут стояли на страже. Что-то сторожили. И просто хоп осыпались. Исчезли. Это очень странно. Нигде не объяснено. И я думаю навряд ли это будет объяснено вообще. Это как бы незачем. Так. Дротики. Шикарные тоже вещи. Сильнее чем лук я бы сказал. Да. Намного. Если их можно было бы размножать. То это было бы классно. Ключ. Мирский ключ. Кстати может он и есть от замков. Кузница Радека. У меня такое ощущение. Мы все таки не туда идем. Не ту дверь я выбрал. Морвенди. Как-то постоянно весло. Хоп. Ту дверь. Думал не туда. Туда оказывается иду. А тут. В трибунале что-то постоянное. Как-то не то выбираю. А много ли весят они? 0,2. Нет. Не много весят. Здесь трубы какие-то у нас. Так. Вот. Даже вот таких роботов могли создавать. Это же кошмар. Костила у двимеров была. Обалдеть. И все равно проиграли. Так. Здесь будет связана потом миссия. Так же здесь есть испорченное двимерское масло. Можно выпить. Выше прыгать. Где-то еще есть напиток здесь. Фирменный. Да ладно. Так. Откуда мы пришли? Сюда нам? Тут нужно закладывать взрывчатку. Вот в эти места. Обрушенные скалы. Одна. А нет. Вся взрывчатка, насколько я помню, находится в специальном арсенале. Ого. Давай быстрее, быстрее. Фух. Они жесткие. Так, например, в Скайриме ведь уже идут объединенные с арбалетом и с мечом. То есть там это другой клан двимеров в Скайриме находился. Забыл уж как он назывался. Вот. И у них уже такие другие совершенно немножко модели. Центурионов. Намного сильные. Хотя вроде из арбалетов они там не стреляли. Так. Вот. Да. Нашли. Это проход идущего. Может нам туда. Нет. Ключ все-таки не от этого был. Очень жаль. Мы и так вскроем. Ловушка. Отмычка грандмастера вроде. А, все. Все. Неплохо набрали дротиков. Где-то здесь в сундуках. Каких-то из них. Да. Лежат. Это мерзкие ранцевые заряды. Угненная соль. Два всего заряда-то я взял. Вроде их где-то три было. Два заряда. Ну ладно. Ладно. Нормально. Заложим. И посмотрим, куда это нас приведет. Установить. Установить. Да. И отчет главный. Только пять, четыре, три, два, один. Да. Вах. Можно умереть. В принципе, если рядом стоять. Все. Проход идущего. Так. Где это мы? Мне совершенно непонятно. Может нам вообще сюда идти? Так. Пять идти. Жесткие. С другой стороны. Они нам дают кучу дротиков. Все. Завалы. Завалы. Больше электрических как-то не встречалось нам. Они так вообще. Аллея Короля. Фух. Сколько проходов. Сколько проходов. Я уже забыл, что они такие огромные. Тут тоже на столах ничего, в принципе, интересного нет. Только кучки праха, если пособирать. Как они могли все время под землей жить? Нет. Конечно, двемеры. Когда еще был союз двемеров и кемер. Государство Рейс Дан. Это также называлось как Государство Велати. Когда еще Нереварин объединился с двемерами. У них были наземные города. Жили они наверху. Они подземные были. Небесная галерея. Да, нам сюда, в небесную галерею. Определенно. Здесь такое устройство находится. Которое позволяет как раз таки менять погоду. Центурион. Иди отсюда. Еще робо. Ааа, ты. Ох ты, опять вода, конечно. Меня подводит. Я хочу этого уничтожить пока он. Где он? Ааа. Нет, 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 нет. Так, 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 так. И здесь нам нужно вызвать пепельные бури. Вроде должна была появиться картинка вулкана. То есть Красной горы. Для этого вроде бы средний рычаг. А, так, да. Вначале используем. Ставим этот когерер. Вначале используем средний рычаг. Это дождь у нас. Потом правый. Вот, вот эта гора должна у нас появиться. Ливень. И средний. Все. Минник дополнен. Начертенная. То эта машина должна сейчас вызвать пепельные бури в Морнхолде. Все. Отлично. Сделали. Я еще помнил. Память есть. Код я хорошо помнил, в принципе. А если кто не помнит и не хочет возиться в интернетах, всегда полно гайдов, прохождений уже на эту игру. Тысячи, тысячи. Всегда можно почитать. А, вернуться нам. Слушайте, мне так лень тут возвращаться через это все. Давайте-ка возврата. Эх, король, что только Альмалекси не творит. Ты бы лучше приглядывал за ней. Вообще лучше распусти весь этот трибунал указом короля. И все. Никаких проблем. Если бы я стал тут королем, я бы тут так бы и сделал. Новая вера. Великий Нереварин. И вот как мы видим, собственно, бури появились пепельные. Так. Бури в Морнхолде. Это же кошмар. Погода какая-то странная. Но это не повод для беспокойства. Можете спокойно заниматься своими делами. Они думают, что Альмалексия сможет защитить их от всего. Так, я уж боюсь Альмалекси, потому что от нее одни баги сплошные в игре появляются. Так, все. Отличная работа. Пепельные бури. Мои ординаторы позаботятся об остатках этого культа конца света и клаваря. Ну все, им конец фактически. И теперь... Она просит еще одну нам миссию выполнить. Это найти пропавшую руку. Пропавшую руку, вот которой стоят пять человек вокруг нее. Его зовут Салас Валар. Он... Решил просто уйти. Видимо у него какие-то собственные мотивы. Ему надоело это все. И она просит упокоить его душу. Он тоже вроде как является одним из таких персонажей, которые могут подтолкнуть или рассказать о дальнейшем сюжетном квесте. Тот человек, который ни разу его не проходил. Здесь много предательств и трик. Поэтому... Вот так вот они намекают там на многое. Он находится в Гоцриче. И это будет, я думаю, непростая битва. Слушайте, когда кончатся эти пепельные бури? Я уж не помню. Это же кошмар. Она не могла вызвать что-нибудь более интересное. Он все еще жив, как ни странно. Все еще. Давайте-ка зайдем к себе. Может поспим. Выздоровеем. Вроде нам ничего выкладывать-то не надо. Все такое основное носим. Починимся. Как будто у нас есть наемника. Опять сапоги не к черту. Так. Все. Все. В пепельный бурь его валить. Ну вообще не айс. Вроде они проходили рано или поздно. Или я менял потом устройство. Ну ладно, давайте тогда попробуем его найти. Его доспехи сияют. И мы наконец-таки приоденемся. Многие игроки так хотят, чтобы я что-нибудь наделал. Мне нравится, как я одеваюсь. Мы же классно выглядим. Вы что? Смотри, какие классные у нас штанишки. Запятнанные штанишки. А, вот он и сам. Савас Валор. Посмотрим, будет ли он силен. Я думаю, все-таки будет. Итак, она направила тебя ко мне. Теперь ты ее фаворит. Как удобно. Кто бы из нас не погиб, она не останется в проигрыше. А если мы оба погибнем, то так для нее будет еще лучше. Видите, какие намеки очень интересные. Что ж, я доволен. Возможно, именно так все и должно было закончиться. Я прошу прощения у всех богов и духов. Кто бы они ни были, и ты, ты тоже можешь попросить прощения у своих богов. Так, бежим. Так. Как-то мы медленно идем. Вам не кажется? Или мне кажется? Вроде все нормально. Ну ладно. Что ж ты, Савас Валор. Ну-ка. На тебя хорошо действуют дротики? Конечно, с тебя попасть проблематично будет. Ох. Я этими дротиками, кстати, Армалексию валил. А, у него тоже дротики есть. Так. Норм. Все. Берем гномские дротики. И полный комплект. Доспех. Йо-йо, дротик. Йо-йо, дротик. Я думал, Йо-йо, дротик. Развеять. Удар огня. Удар холода. Что-то интересное. Дротики, да? Есть также меч. Абонитовая сабля. Очень классно выглядит. Удар холода. Это поглощение силы. Сила отнятия сил. Что-то все на силу. Так. Здесь различные повышаются атаки, сопротивления. Нам нужны лишь отсюда поножи. Это тяжелые доспехи. Хотя увеличивают средние доспехи. Не понимаю суть. Зачем так сделано? Возьмем правый наплечник. И левый наплечник оденем. Так. Сабля возьмем. Давайте-ка все возьмем. А, мы перегружены. Так. Ага. Ну тогда. Пока что. Так. А нас. А. Вот в чем дело-то. Сейчас. Подождите-ка. Давайте-ка силу возьмем. Увеличим. Дойдем до нашего этого. Ну и как теперь мы выглядим? Неплохо. Хотя вот поножи. Поножи как-то странно смотрятся. Ладно. Так. Так. Я думаю многие игроки будут довольны тем, что мы переоделись наконец-таки. Ну, я думаю даже очень неплохо смотрится. Так. Лишнее, лишнее, лишнее. А лишнего у нас тут многовато. Кинжал с Симахом мы все равно пока выкладывать не будем. Дротики. Дротик тут некоторые оставим. Давайте-ка. Сабля. Давайте-ка возьмем в руки. Классная сабля. Очень классно выглядит. Прямо я готов был за один ее вид только ходить с ней, а. Красота. Слушайте, вообще. Так. Ну, положим ее. Такого не было ни в Скориме, ни в Бладмуне. Нет, в смысле. Имел в виду в Обливио, а не Бладмун. Какой Бладмун. Лично на меня что-то находит. Я говорю, бред какой-то иной раз. Так. Шлем руки. Отражение. Знаете, что можем надеть? А, есть один, да, неприятное свойство. Руки. Вот с ними говорить теперь нельзя, потому что они увидят на нас одеты доспехи. Ординатора и начнут нас бить. А это совершенно неприятно, да? Как бы не хотелось бы мне, чтобы нас били. Но все равно попробуем выйти, если они не будут нас бить. Только, по-моему, если когда говоришь с ними. Так, сейчас посмотрим, выйдем. Так, нет, так не нападает главное, друзья. Не говорить с ними. Все. Нельзя. Не забыть мне бы еще это. Так, все, отправляемся, значит, к Альмалексии вновь. Докладываем, что убили. Храм был с той стороны, опять не так пошел. Ну, скорость наша поубавилась с этими доспешками. Сколько у нас? 89. Тяжелые доспехи я не качал. А надо было тут половину тяжелых у нас. Хотя я как-то плевал всегда на эту красоту. Не знаю, что вам так сдались эти доспехи. Не знаю. Так. Все. Рука. Айна просит как бы выбрать одно из трех благословений. Защита от паралича. Согревающее тепло. Кожу как железо. Добавляет, по-моему, сколько там здоровья было? 10, по-моему. Насколько я помню. Ну, это вообще издевательство и смех вообще. Согревающее тепло. Не помню точно, что это. Что-то тоже бесполезно. В общем, защита от паралича здесь самая нормальная. Дается навсегда. Это здесь есть. Не будем смотреть. Сопротивление огню. В общем, тут куча всего. Но теперь мы от паралича неплохо защищены. Там вроде 30%, насколько, или 20%, я помню. И настало время поговорить как бы серьезно. Она наблюдала постоянно за нами и хотела все время поговорить об этом. Неревар, наконец-то вернулся ко мне. Я верю, что ты именно тот, о ком говорится в пророчестве. Вернуть тебе свое положение. Долгие годы Кемеры и Двемеры воевали друг с другом. Двемеры презирали Деэдры, которым поклонялись Кемеры, и ставили превыше всего свои металлические создания. Тогда, когда Нордлинги вторглись в Рейс Дайн, эти две нации смогли объединиться в одну под предводительством нашего Неревара и короля гномов Думака. Со временем эти два генерала стали кровавыми братьями. И в тот день, когда Неревар и я поженились, Думак презентовал нам пару клинков Огонь Надежды и Истинное Пламя. И Истинное Пламя было разбито под Красной Горой на несколько осколков. Части клинка находятся здесь. Все в Морнхолде. Да, вот она дала одинчас клинка. Ну, собственно, мы прослушали историю всю. То есть, когда Нордлинги напали на Морровинд, Двемеры и Кемеры объединились под одним знаком, под одной нацией, и назвали государство Рездаин или Велати, как раньше называли. В честь свадьбы Неревара и Альмалексии, Думак выковал им два клинка Огонь Надежды и Истинное Пламя. Какая трогательная история. Так, я знаю, где находятся все клинки. Добыть нам будет их не проблема и выковать. Один из самых красивых клинков. Нет, почему один? Самый красивый клинок в Трибунале. Во всем Морровинде, вообще-то, что я говорю? Во всем Морровинде самый красивый клинок. Так же, как и Огонь Надежды. Так, я что-то вообще... Куда я пришел? Склад Легиона какой-то. Что это такое? Что-то я как-то не привык. Мы так медленно стали ходить. Зато прыгаем так же нормально. Я обычно прыгаю, а не хожу. Так, давайте-ка. Где тут? Тронный зал. Вторая часть клинка находится у Каррада. Это оружие дал мне мой отец, когда я был еще ребенком. Он сказал, что я пока его ношу, никто не сможет победить меня в бою. Пока не придет тот, кому он принадлежит по праву и заберет его у меня. И он отдает нам его. Мы даже можем и подраться. Урон смехотворный. 12-12-15-15. Кошмар какой-то, конечно. Ну ничего. Даже можно его в руках подержать. Смотрите. Хе-хе-хе-хе. Ну такое лезвие прям класс. И последняя часть находится в музее артефактов. Но за просто так нам его никто, конечно, не отдаст. Поэтому нужно будет им предложить взамен два артефакта. Артефактов у нас завались. Но я не хочу красть, допустим, хризамер один раз я ему уже продавал. Им нужно что-нибудь новенькое. И у нас есть два как раз таки артефакта. Это кинжал Симаха и булава Порока. Которые нам совершенно не нужны. Ну потом можете украсить у них и с коллекции. И для своей коллекции оставить. Так. Два этих мы отдадим. Вот так вот. Низ-низ-низ. Дальше. Я немножко забыл. Геона Улин. Нет, не сюда. Музей артефактов. Все. Нужно им... Части клинка нам нужны. У меня есть один предмет. Нужно отдать им компенсацию. А мы же уже два раза ей давали. Подождите, я ей продавал хризамер. Потом его обратно украл. И кольчугу повелителя. Она это не считает? Ну ладно. Давайте тогда ей отдадим еще... А, нужно ей просто так отдать. Да, вот в чем прикол. За просто так. Пожертвовать этот предмет. Десять тысяч стоил. И давайте-ка булава... Где она тут? Как она называлась-то? Булава порока. Странный предмет. Он был вырезан в конце второй эпохи куланкой. Слегка ненормальным альтмером. Ага, тоже десять тысяч. Пожертвовать этот предмет. Все. Пожертвовали два предмета. Можем забирать одну часть. Ну, конечно, это... Двимерский боевой щит. А в нем... А в этом щите как раз-таки клинок застрял. Часть ЛНК. Смехотворно за такую фигню. Ну, конечно, потом это выглядит не как фигня. А как настоящее оружие. Но в начале отдавать два артефакта за осколок какого-то меча. Это вообще, конечно, смешно. Так. И мы можем здесь сказать, чтобы достали этот предмет. Все. Мерзкий щит у нас есть. Для коллекции, можете, из которого была найдена часть клинка. Все. И вторая часть для мерзкого клинка. Щит мы оставим, пожалуй, вам. Так. Что дальше-то у нас по заданиям? Нужно выковать. А у кого... Я знаю, у кого выковать, но у кого спросить, нужно ли спрашивать про выковку, чтобы задание появилось. Не помню вот это. А, ну-ка, давайте-ка прочитаем тогда. А, ну-ка, она уже сказала, нужно найти будет мастер, который лучше всего справится с этой задачей. Этот мастер, один гном, который призрак, обитает он вот в этих руинах. Но, по-моему, ему нужно будет какие-то материалы еще дать, чтобы он смог сделать нам его. Ай, торгаши. Все гномы-торгаши, они жадные были же. Это ж гномы. Две мира. Все жадные. Просто так ничего не отдадут. Главное не пропустить, проход будет. Кузница Радека, да, его звали Радек, по-моему. Он должен где-то здесь жить. Эй, Радек. Вроде он тут должен был ходить. Значит, все-таки квест. Нужно было поговорить. Блин. Что ж, я так. А, с кем поговорить-то нужно? Я же даже не знаю. У кого эту миссию-то я брал? Может, у самого зала мастеров надо было? Либо опять с Альмалексией? Так, что-то опять звук заключил. Так. Ну ладно, звук это неприятно, когда он опять начинает глючить. Так что, друзья, думаю, закончим на этом серию. Чтобы вам не пришлось это слушать, этот звук придется выйти. Моровинд, баги, они такие баги. Итак, друзья. Следующая, значит, серия закончим ковать клинок. И, собственно, да пройдем трибунал. Окей. Всем спасибо, кто смотрел. Ждите обновлений. Всем пока.